Качество производства молочной продукции и нефтепродуктов под контролем этой теме посвятили заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В Ненецком округе свои доклады представили руководители агропромышленных предприятий и нефтяные компании, работающие на территории региона. Первым делом члены комиссии обсудили порядок проведения проб произведенной продукции. По словам директора Ненецкой агропромышленной компании, вся продукция предприятия производится из цельного молока. Сухое молоко используется только при производстве йогурта. Регулярно сдаются пробы в Центр гигиены и осуществляется ветеринарный контроль стада. Для контроля качества молока и молочной продукции существует технический регламент о безопасности. Технический регламент мы подтверждаем в городе Архангельске на соответствие раз в три года. То есть ежемесячно вся готовая молочная продукция сдается в сертифицированную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на исследование по микробиологии и химической анализе. По результатам этих анализов нам выдаются протоколы. То есть наша продукция идет с сертификата по техническому регламенту и с протоколами. Нарушений нет и в работе открытого акционерного общества ВИТО. Раз в три года ВИТО получает сертификат качества в Архангельском центре стандартизации и метрологии. Ежедневно молочные продукты проверяют в Центре гигиены и эпидемиологии. Для информирования населения округа о качестве продукции председатель комиссии поручил регулярно размещать сертификаты качества на сайтах предприятий. Раз в месяц по мере получения сертификата просто делать информационное сообщение о том, что вашими организациями получен сертификат от лабораторий. Большое внимание уделяется и контролю моторного топлива на объектах нефтепродуктообеспечения в регионе. Систему проверки продуктов представили две компании – Ненецкая нефтяная компания и Лукоил Северо-Запад нефтепродукт. Последняя имеет две автозаправочные станции в Наринмаре и одну на Харьягинском месторождении. Специалисты отрасли проводят двухфазную проверку топлива и масел при отгрузке с завода и после транспортировки. По прибытию Наринмар также проверяется на соответствии с показателем при приеме продукции плотность, цвет, внешний вид, вода. После слива в резервуар, из резервуара отбирается проба, но так как лаборатории нет, то в соответствии со схемой обеспечения качества на Наринмарской нефтебазе пробы топлива отправляются для проведения анализа в Печору или же могут отправляться в Ухту. Ненецкая нефтяная компания имеет в округе два заправочных комплекса, один из которых – плавучая АЗС в районе Наринмарской нефтебазы. Для выполнения проверки компания имеет собственную лабораторию. У нас делается анализ плотно-фракционный состав, точно так же плотность, вязкость, светлость, вода, мехпримеси и различные другие вещи. И идем в совершенствование. На сегодняшний момент идет капитальный ремонт здания бывшей котельной, где будет располагаться и посредственная лаборатория, уже которой мы будем аккредитовывать, которая будет стоять оборудование, позволяющее проверять фильтруемость, на серу, на разгонку. Также представитель Ненецкой нефтяной компании объявил о планируемом запуске новой АЗС и реконструкцию уже действующей на улице авиаторов. Обсудили члены комиссии и качество авиационного топлива. Контроль в этой сфере осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами.